всем привет с вами юля сегодня воскресенье 26 января все домашние дела сделаны и муж на охоте дома тишина и спокойствие и хочется этот день посвятить полностью моей вышивке моему рукоделию и перед вами мои коты вчера я занималась котами вышивала вышивала не очень хорошие здесь есть продвижение вообще за эту неделю что я вышила за эту неделю я вышила вот эту вот колонну все в середине да кот у меня был вышит и немножко вчера я повышивала зелень и яблочко вышло вот такая красота осталось уже совсем чуть-чуть работа подходит к своему завершению но вчера вышивая эту работу я поняла что я устала от этого процесса как я себя не уговаривала что вот 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 уже чуть-чуть чуть-чуть здесь совсем немножко осталось давай поднажмем завершим работу концу месяца как и планировала и будем идти строго по плану но я поняла что я не могу себя так мучить и решила себе подарить один день другого процесса и вы себе не представляете я вчера в своей голове в уме перебирала процесс и хотелось и новый начать и знаете вот такое предвкушение слюнки текут хочется чего-то новенького и да у меня были такие помыслы начать что-то новое но я себя сдержала хотя бы в этом по рукам себе надавала и решила просто отлезть на другой процесс посвятить ему вот прям целый день может быть даже поснимая какой-то марафон тейки и разговорные видео не знаю посмотрю по настроению но сейчас хочу просто показать вам немножко мой рукодельный уголок так как есть без прекрас как я вышиваю как у меня проходит процесс ну вы видите мой неизменно любимый станочек кстати мне присылают девочки запрос в комментариях на разные видео о станках о помощниках я все это записываю обязательно буду снимать видео при возможности когда решу какие-то но временные свои возможности можно было бы сегодня но простите и сегодня хочется повышивать и просто полентяйничать поэтому видео будет сегодня такое процессах разговорная дальше что у меня здесь еще есть ну лампа есть понятное дело познакомлю вас с моей такой корзиночкой помощницы так вот такая мне из корзиночка цвет падает так не очень хорошо видно вот так наверное которая стоит у меня на моем рукодельном уголочке так сказать здесь у меня мой любимый код вышитый и сшитый мне он очень нравится сюда втыкаю счетную уголку ему прям в ухо как бантик но это мои каранда эти указочки карандашики такие смешные новогодние они еще пока здесь здесь такие большие ножницы резать ткань что-то помогать и метр часто пользуюсь чего-то померить размер работы ну измеряю часто какие-то вещи поэтому он здесь такая вот у меня смешная не смешная такая симпатичная корзиночка мне очень нравится этот код он здесь так хорошо примастился с ручками там ручки что-то подписать отметить вот такая красота стоит у меня там далеко вот так ну там разные коробки в которых тоже иглы и всякие вещи там 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 бардачок не будем туда заглядывать когда быть на виду порядок тогда покажу и вот под станком у меня вот тоже такая вещь практичная камеру пустить ой под станком у меня находится вот такая коробочка маленькая пластмассовая здесь у меня самое самое необходимое мои маркеры для отметки листочки для записи для игры я отмечаю крестики ручки и конечно же ножнички ножнички у меня здесь всего их двое она еще от распадыватель есть иглы ножничек двое я особо не коллекционер по ножницам и привыкла работать в основном одними двумя как-то так сложилось и я думаю слава богу что я хотя бы этого не насобирала мне вообще проблема где все хранить надо снимать видео просить у вас о помощи как организовать свой рукодельный уголок кстати если у кого-то есть вдохновение есть желание я бы очень вас попросила снять видео и показать как вы справляетесь с вашими запасами как вы все храните буду вас учиться может быть запустим такой флешмоб у на youtube мой рукодельный уголок и как я справляюсь с объемом наборов запасов и с хранением ну что-то такое небо очень было интересно правда так хочу показать вам мои органайзеры тоже без прикрас вот как они есть в рабочем их состоянии вот что с ними происходит когда я вышиваю видите вот тут нитки все они перепутываются вот так это все ужасно выглядит если часто буду сидеть разбирать потому что когда тянешь нитку вылазить все пасма потом мы это пасма куда-то уходит вниз теряется и я не знаю как с этим справляться постоянно страх что пасму куда-то выскочит и я ее потеряю так и бывает кстати что я потом собираете пасмы они завязываются здесь тоже в какие-то узлы в общем для меня оказались эти органайзеры не очень удобными еще по той причине что вот этот здесь фитер он такой жесткий чтобы проткнуть его нужно приложить усилия это не для моих тонких пальчиков я часто колю себе руки потому что ну мы вышивальщицы у нас мелкая моторика развита чувствительность очень развита у подушечек у палец и поэтому силой тыкать бы не не женское не рукодельное занятие вот как вот поправлять эти хвостики ужас вот сейчас заниматься наведением порядка потому что конечно я не могу это оставить но я вчера вышивала не хотела уже прям процессе вышивки заниматься разбором вот повышевала получила удовольствие теперь буду наводить порядок с нитками вот что у меня на сегодня предстоит здесь сделать но этот процесс он будет стоять сегодня я с ним сегодня уже работать не буду буду просто любоваться тем что есть что вышито вот такая красота яркая а мы сейчас перейдем и посмотрим какому процессу сегодня повезло и что я буду вышивать а вышивать я сегодня буду мою миробилию мою невесту я вчера думала о моих новоприобретенных миробилиях точнее основ и материалов к двум дизайнам и так мне хочется их начать но я же знаю что у меня есть еще один начатый процесс как бы нечестно начинать что-то еще когда они закончена что-то из старых дизайнов миробилии при том что и те другие два дизайна не тоже большие им нужна рама рама у меня занята вот этой миробилии поэтому надо быстро брать ее в работу может быть я буду уделять один день неделю для этой красавицы чтобы ее поскорее завершить вот хочу сегодня провести такой эксперимент попробовать посмотреть за один день сколько я смогу вышить тем более сейчас день свет есть и есть все шансы продвинуть эту работу немножко у меня здесь подкручена рама не все как бы сейчас вы видите ниточки припаркованы я немножко вас ориентирую где я нахожусь а где я нахожусь я нахожусь сейчас вот на этом уровне простите что пальцем не захватила с собой ножницы вот видите вот это такая полосочка с цветами вот на этом уровне я нахожусь да мне нужно будет конечно вышить еще очень много даже не одна треть у меня вышит а еще меньше так 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 надо собраться силами и срочно уделить внимание этому процессу если такое настроение до схема у меня здесь приколота на магниты то что я буду вышивать это вот эти участки не закрашенные и как видите у меня чтобы мне завершить эту схему нужно выровнять мою вышивку вот по эту линию по этот уровень большой такой кусок не на один день но я хочу посмотреть за один день сколько я вышью также эту вышивку будет сопровождать вот такой магнитик ко мне идут покупки подарки и вот один из таких магнитиков уже пришел это с алиэкспресс он очень мощный это вообще для одежды ну я купила для моих работ мне очень понравились там магниты я взяла несколько на пробу пока пришел вот один жду все остальные очень красивое такое дерево и на одежде можно его носить я думаю очень достойная вещь такая красивая я вообще сорока знаете вот есть и был когда-то такой какой-то тек опрос с какой птицей вы себя ассоциируете и что-то в таком духе я вот сейчас думала думаю а с какой птицы на сорокой наверное все что блестит все надо вот так сороки очень хитрые красивый магнитик прям глаз не оторвать вот я вот здесь куда-нибудь себе для красоты сейчас размещу так давайте посмотрим а что у меня с материалами вот такая у меня есть коробка это из икеи набор наборе там входит большая коробка по размеру а4 плюс две маленькие как половинки две маленькие у меня стоят на рабочем столе там у меня иглы клипсы всякая такая мелочь в помощь открытки от девочек храню их не всегда нравится находить читать здесь у меня схема копия схемы еще три листа больших сколько мне всего еще вышивать да так что у нас здесь у меня пока здесь у меня пока много не так вот пока я люблю не знаю пока мне очень нравится у него хорошее качество и если я буду еще покупать такие органайзеры то наверное только пока пусть дорого но зато качественно и удобно вот ну здесь тоже ниточки уже под запутались уже столько лежат конечно же что делать здесь у меня дополнительные нитки плюс плюс бисер и разные украшения украшений здесь много это очень богатая такая дорогая так давайте я вам тогда покажу что у нас здесь из дополнительных материалов это вот такая одна ниточка waterlilies вот такой цвет интересный мятно зеленый фиолетовый какой-то интересный такой цвет дальше есть у нас здесь вот такие цветочки украшения вот такая капелька вот такая вот такая вот такая зелененькая как изумруд дальше из бисера очень красивый бисер вот такой зелененький такой красненький зелененький прозрачный вот такая у меня здесь красота ну что идемте идемте приступать к вышивке вот так выглядит мое рабочее место я сюда поставила теперь станок стич смарт с левой стороны вы видите полочка передвижная где у меня находятся ниточки чтобы все было под рукой конечно же чашечка ароматного кофе и ножнички маркер все под рукой ну а здесь у меня вот так сейчас мы переедем компьютер буду смотреть сейчас ваши видео что новенького вот такой у меня здесь рукодельный уголок так здесь у меня мои любимые картины макс и мэгги обожаю их но это мой конечно же петух от кастом крафт он для меня ну и календарик перекидной висит рядом это моя любимая система я там все отмечаю процессы какие-то напоминания обязательно у меня всегда есть такой календарик вот такой у меня мой рукодельный уголок вышиваю либо за столом либо ставлю рядышком станочек стич смарт вот ну что я пойду вышивать и как только у меня будут какие-то первые результаты я обязательно все вам покажу ну что время у меня обеденное на самом деле немного прошло времени а я немножко здесь по вышивала и вышелся у меня вот такой вот небольшой кусочек в центре здесь идет часто смена нитки вышиваются здесь цветочки поэтому часто меняется ниточка и нужно постоянно оставлять места под бисер а также я поняла что у меня здесь очень много ошибок было сделано я где-то под паровым где-то как-то исправляем но вообще я сама себе удивляюсь как я вышивала что у меня здесь столько много ошибок ну основа темная сложная поэтому непривычки наверное вот у меня так получилось ну что буду потихонечку исправлять потихоньку продвигать а на сегодня вот на сейчас идет очень хорошо интересно и с настроением я ее вышиваю у меня прям такое желание продвинуть ее побольше вот мы новый магнитик я бы сюда поместила очень очень классный магнит он хорошо держит иголочки в цвет как-то так пришелся подошел до вот это дерево жизни и очень-очень не создает здесь положительное настроение так пойду я перекушу и займусь дальше этой вышивкой у меня весь день будет проходить вместе с этой красавицей с миробилией поэтому постараюсь побольше ее продвинуть буду делать включение может быть что-то интересное еще вам покажу ну и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и решила сделать еще одно включение, наверное, предпоследнее за сегодня. Показать, как я продвинулась. В самом деле маленькие у меня совсем продвижения здесь. Такой участок был сложный. Часто менялась ниточка. Опять же, исправляю какие-то свои такие ошибочки, откуда они у меня взялись. И сколько у меня получилось вышить крестиков? Давайте посмотрим на схему. Это желтый цвет. Видно в камеру? Да. Ну, примерно посчитаем. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Около 900 крестиков, так грубо говоря. Да, вообще маленький результат, но для данной работы совсем неплохо. И я еще чуть-чуть повышиваю. Может быть, тут какой-то кусочек я завершу. Я думаю, что это очень хорошее решение, брать эту работу по воскресеньям, когда у меня свободное время и дневной свет. Вот сейчас мне уже вышивать тяжело. Вот. И если я буду брать вот так по воскресеньям, хотя бы два раза в месяц, я думаю, будет уже какой-то толк. Будет работа продвигаться, будет вышиваться. Ну вот, я пойду еще повышиваю. И перед тем, как идти спать, я сделаю еще одно включение, покажу, что же у меня получилось. Итак, итог дневного марафона по моей миробилии. Это примерно почти тысячу крестиков я вышила. Вот такой вот маленький участок у меня получилось вышить за целый день. Примерно вот отсюда и вот так. Все, что вышито, вышито. Отмечено желтым цветом маркером. Это я вышивала вчера. Для этого процесса это хорошее продвижение, потому что основа сложная и нужно считать. И здесь участок сложный. Здесь часто меняется ниточка, несмотря что кажется, что немного цветов использовалась. Тем не менее, вот эти бордовые, фиолетовые, коричневые, здесь много разных цветов. Поэтому приходилось, конечно, часто менять ниточку, все это считать, отмечать. Здесь на схеме я также отмечаю места, где будет пришиваться бисер, чтобы потом это все не пропустить. Ну и как я говорила, у меня здесь есть ошибки. Мне их приходилось также по ходу исправлять. И я закончила мою работу примерно где-то около 8-9 часов. Не стала дальше ее вышивать, просто не смогла. Вышивала вот здесь коричневыми нитками, распарывала. Никак не могла правильно посчитать переплетение. Постоянно я здесь что-то неправильно вышивала, поэтому решила себя уже не мучить. Я отложила работу, дальше вышивала котов. В общем, вчера у меня был такой день классный, вышивали на вышивание. Вот, и такой, значит, я вывод для себя сделала, что нужно брать по воскресеньям, по выходным, когда у меня есть свободное время, и с утра есть хороший свет, и потихоньку продвигать. Вот, хоть чуть-чуть, но работа уже сдвинулась. Ну и я уже показывала по картинке, где я нахожусь. Это вот такой, вот здесь вот участок я вышивала. Теперь нужно будет идти в этот участок. Здесь, где белое платье, вышивается легко. Там просто сплошной идет зашив одним цветом. Самое сложное, это вот этот хвостик. Ну вот, если я вышью по эту линию, это, наверное, будет примерно одна третья, да. Конечно, есть еще много работы, но потихонечку, потихонечку что-то как-то уже вышивается, уже лучше. Приятно смотреть на то, что получается. И магнитик у меня здесь новый, который меня порадовал. В общем, я провела это время с огромным удовольствием. Надеюсь, и вы посмотрели это видео, повышивали, вдохновились, и хорошо провели время. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Конечно же, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok